В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем беседу с военно-политическим экспертом Алексом Гальцекером. Вопрос теперь будет несколько другой. Мы, в общем-то, сосредоточились сегодня на севере нашей страны. Мы говорили о визите Бениамина Таньяу в Россию, а весь визит был посвящен событиям в Сирии. Теперь чуть-чуть смещаемся левее. Ливан, последние пару дней один за другим видны израильские политики, причем не просто политики, а политики, которые в прошлом имели самое непосредственное отношение к армии, к системе безопасности, генералы. Один за другим заявляют, типа обращаясь к Хизбалле, к лидеру Хизбаллы, что мол, но-но-но-но-но, не советуем вам испытывать наше терпение, потому что если вы посмеете на нас напасть, то мы вам так ответим, что мы, как все, сходятся в одном, а Ливан будет возвращен в каменный век. Что это вдруг они все на эту тему заговорили? Ничего не бывает неспроста. Я начну с простого. С простого слова ответа на этот вопрос. Во-первых, у нас в правительстве все, кроме министра абсорбции Софа Ландер, занимаются вопросами безопасности. Нет, я думал, вы скажете, что все генералы, кроме министра обороны. Когда выступает министр строительства, который до недавнего времени командовал Северным военным округом, это еще как-то логично. Когда выступает министр просвещения, который был боевым офицером спецназа, и это тоже еще как-то логично. Хотя он был офицером, по-моему, не выше майора. Даже ниже. Даже капитал. Даже ниже. Но дело не в этом. И главное то, что мне кажется, что у него на поприще министра просвещения есть гораздо более важные дела. Но у нас и они занимаются этим. У нас бывшие премьер-министры, которые живут уже давно в Бостоне, тоже занимаются вопросами безопасности. У нас министр культуры занимается вопросами безопасности. Но она, кстати, кто? Полковник в отставке? Она бригадный генерал в отставке. Полковник, это по сути дела. Возглавляла пресс-службу армии. Это еще не повод высказываться по поводу Хизбаллы. Тем не менее. Плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Тем не менее. Единственный высказывание которого по поводу Хизбаллы я не слышал, это министр абсорбции Софа Ландер. Ну, может быть, и она тоже пойдет за всеми. Как бы то ни было. Это первая часть ответа на ваш вопрос. Почему в последнее время... Ну, а кто первый сказал мяу? Да. Теперь по поводу ситуации как таковой. Действительно, она непростая. Она очень непростая. Накопился определенный ракетный потенциал, которым располагает Хизбалла. А если на стене в первом акте висит ружье, то рано или поздно... Я думаю, что касательно... Как раз забегая вперед, скажу, что совершенно не факт, что если висит ружье, то оно обязательно выстрелит. А оно ржавеет? До сих пор выстреливало ружье у нас как раз в тех случаях, когда его вдруг откуда-то приносили. То есть, во всяком случае, если рассматривать Первую Ливанскую войну, Вторую Ливанскую войну и еще ряд операций, которые проводились на этой границе. После того, как все говорят о том, что вот сейчас там настанет тяжелый момент, момент в результате не настает. То есть, его как раз откладывают. Возникает это все как вспышка спички. То есть, вот малейший конфликт, когда вот ситуация такая напряженная, ведь сегодня, вот в тот момент, когда мы с вами разговариваем, на самом деле мы находимся в состоянии повышенной боевой готовности на северной границе. То есть, в любой момент, во время нашего разговора могут начаться военные действия на границе. Чем начаться они могут с пустяка. Там пара-тройка ракет оттуда прилетает, две сбивают, третья попадает. Обе стороны уже заявили о том, что у них есть официальный повод для начала военных действий. С одной стороны, Израиль заявил о том, что мы обеспокоены началом производства ракет, высокоточных ракет на территории Ливана и под контролем, и ситуацией, которая является под контрольной Хизбалле, под влиянием Ирана, за иранские деньги, ну и так далее, и тому подобное. С другой стороны, Хизбалла тоже, со своей стороны, заявил, что те заграждения, которые Израиль выстроил вокруг своих населенных пунктов, например, Метула, которая практически полностью находится на территории Ливана. То есть, Метула – это такой выступ, кто не очень хорошо знает микрогеографию, это самая северная точка Израиля, это город, который полностью является таким выступом на территории Ливана. Ливана, он на 270 градусов, если я не ошибаюсь, окружен заградительными конструкциями, которые по утверждению Хизбаллы находятся на территории Ливана. – Там на полтора метра, да? – Нет. – То есть, там серьезно, вопрос о серьезных территориях. – Давайте вспомним, что стало официальным поводом для начала Второй Ливанской войны, ну, той операции. Это городов, которые тоже в общей сложности занимают, ну, может быть, несколько сотен квадратных метров общей сложности. Вся территория. – Саша, секунду, то есть, вы хотите сказать… – Извиняюсь, спор был только по поводу одного склона этой горы. – То есть, там вот совсем совсем… – То есть, вы хотите сказать следующее, что, вот мы все помним, с чего началась Первая мировая война, с убийством Гаврилы Принципом Эрцгерцога Фердинанда. То есть, в данной ситуации уже не надо никакого Фердинанда убивать, да? То есть, повод есть. И в любой момент можно, как бы, вот этот повод поднять и начать… – Малейшая провокация, или, скажем так… – Просто с дурой кто-то пустил ракету, и она попала. – Ну, я думаю, что если ракета будет пущена с дуру, то даже в Хизбалле сегодня, так сказать, в организации Хизбалла, найдется способ дипломатически прояснить, что это вот как раз было… – Это зависит от того, куда она попадет? – Конечно. Вне всякого сомнения. – Не дай бог, она попадет в жилой массив, там, или в школу. – И какого рода будет эта ракета, и как далеко она полетит, конечно, от этого многое зависит. Но я бы не сказал, что вот просто вот с дуру запущенная ракета, она сразу автоматически станет, повлечет за собой серьезные военные действия. В конце концов, с дуру ракеты из газа летают иногда, но пока еще, так сказать, это в войну не переросло. То есть, если Хамас находит правильные слова или правильные действия для того, чтобы прояснить ситуацию, то я думаю, что и Хизбалла, если не будет заинтересована в новом витке выяснения отношений, тоже найдет способ для правильных действий. Другое дело, что они, да, заинтересованы сегодня, несмотря на то, что мы говорим, как, ну они вернулись такие побитые. – Денег нет. – Из Сирии. Деньги как раз появляются, и сегодня им готовы за это платить. Сегодня Иран готов платить большие деньги для того, чтобы воевали с Израилем. Но нет сил. Куча людей погибли во время боевых действий в Сирии. Они делали самую черную работу для всех. Кто-то летал, кто-то пускал ракеты, а эти просто бегали по горам, по ущельям. – Воевали с себе подобными. – Непосредственно, совершенно верно, непосредственно боевые действия. Далее они вернулись с бронетехникой. Неважно, трофейная бронетехника, как она им досталась, какие-то остатки ржавые, запущенные сирийской армией им, что-то где-то подарила, что-то где-то украли. Тем не менее, у них до сих пор не было бронетехники. Теперь она появилась. Они вернулись обученные воевать. А надо сказать, что в 2006 году, до того, как они были обучены, они уже выступили неплохо. Конечно, я не буду относиться сейчас к тем людям, которые сказали, что мы не победили Хизбалку. Конечно, победили. С точки зрения поставленных задач, и там была куча проблем в правительстве и в руководстве армии, для того, чтобы подводить итоги, тем не менее, нужно рассматривать войну, вторую Ливанскую, как победу, причем достаточно убедительную победу, но они уже и тогда были готовы пуститься в бой. И тогда им нечего было терять. А уж сейчас, тем более, когда они и обучены, и с бронетехниками, да, подустали. Сегодня они игроки, с которыми считаются. Не все, но определенные участники событий в нашем регионе, которые с ними считаются, они себя проявили достаточно надежно на территории Сирии. А что по поводу заявления о том, что Ливан будет повернут в каменный век? Мы уже много раз проходили. По поводу Ливана, который будет повернут в каменный век по поводу газа, которая будет превращена в один большой пляж. Я думаю, что и задачу такую даже ставить никто не будет. Это не что иное, как пиар определенных людей, которые, к сожалению, многие из них присутствуют в нашем правительстве. Еще больше их присутствует в нашем парламенте в Кнессете. Такие, которые готовы высказаться по этому поводу. Кто-то использует свое военное прошлое, кто-то ему просто больше не о чем говорить. Кто-то фильм их насмотрелся. Совершенно верно. Нас прослушал новости, разные выступления. Опять-таки, цепная реакция. То есть, как он об этом заявил, как же я не выступлю. И, соответственно, пошло и пошло. Никто не собирается превращать Ливан в каменный век. Действительно, если начнется военная конфронтация определенного рода с Кизбалой, очень непросто придется жителям Ливана. Потому что проводить точечные ликвидации, когда речь идет о войне с практически армией. С соперника никто этим заниматься, скорее всего, не будет. То есть, это будет вне всякого сомнения. Военные действия будут. Военные действия, в которых точно пострадают невинные граждане. Ну, зная о том, как Израиль себя по отношению к мирному населению ведет, наверное, их потери будут незначительны по сравнению с потерями, которые может понести Хизбалла. Но они будут. И в результате в СМИ, в мировые СМИ будут попадать кадры именно то, что, называется, лежит на поверхности. Не боевики Хизбаллы, которые будут ликвидированы, а в основном мирные граждане, которые станут, скорее всего, случайными жертвами этих событий. Случайными или сознательными живым щитом, то, что мы наблюдали уже. И это тоже наблюдали. Совершенно верно. Надеемся, что, будем надеяться, что до этого не дойдет. Хотя ситуация, конечно, наколена. И мы уже даже с вами тут говорили о том, что, если уж подходить к этому с точки зрения здравого смысла, то, наверное, ни Израилю сегодня это не нужно. И надо сказать, что на фоне всех выступлений про то, что мы превратим в каменный век, находится министр обороны, который говорит, мы не заинтересованы. В третьей, в Ливанской войне мы не заинтересованы. Выступает руководитель пресс-службы армии, впервые в истории дает интервью ливанскому изданию, рассказывает о позиции Израиля, о том, что и как мы ощущаем по поводу... Кстати, это очень интересно. Надо пояснить нашим зрителям, что на днях было опубликовано ливанскими средствами массовой информации, было опубликовано интервью, которое дал пресс-секретарь армии оборудования Израиля, который находится в чине полковника, по-моему, генерала. Бригадный генерал. Бригадный генерал, да. Это впервые вообще в истории. Вообще, это очень интересный факт. Немножечко поподробнее об этом. Ну, я думаю, что это уже некая тенденция. Скажем так, несколько месяцев назад начальник генерального штаба ЦААЛа, Гадди Айзенкот, генерал-лейтенант, дал интервью журналистам из Саудовской Аравии. Теперь, значит, Ронен Манелес, бригадный генерал, руководитель пресс-службы, дает интервью ливанскому изданию. Я думаю, что есть некая тенденция, да, то есть никто об этом не заявляет официально. Я думаю, что неспроста, ведь в конце концов тот же министр строительства мог дать это интервью, но он бы сидел в пиджаке, в галстуке, вот как вы сейчас примерно. А тут человек в погонах, действующий офицер, высокопоставленный офицер, который с ними общается. Более того, до недавнего времени еще действующий координатор действий правительства на территории Аф-Поле Мордыхай, он практически еженедельно фигурирует на канале Аль-Джазира и дает им интервью. Да, надо пояснить, что оба этих уважаемых генерала свободно владеют арабским языком. Именно поэтому они были, так сказать, выбраны для этого. Тем не менее, это люди, это генералы в погонах, в форме цвета хаки, которые, ну, может быть, впервые для всего, так сказать, арабского мира представлены с человеческим лицом, потому что до сих пор, как рисовали, карикатурно рисовали солдат Саала, которые, так сказать, обведут себя определенным образом на КПП. Вдруг пристает человек, который, так сказать, с улыбкой рассказывает о наших позициях. На хорошем литературном арабском. На хорошем литературном арабском. Рассказывает о том, как мы себя видим, так сказать, в этом конфликте, к чему мы пытаемся прийти, как мы видим конфликт между шиитами и суннитами на территории Ливана, ну и так далее, и тому подобное. То есть, это дорогого стоит, мне кажется, это интересный ход. Насколько, так сказать, это будет забег на дальнюю дистанцию, я совершенно не уверен, что это себя оправдает, потому что идеально, конечно, для Израиля, если это, так сказать, примет определенные масштабы, и действительно арабскому населению на территории Ливана будет интересно интервью с израильским генерал-майором, с израильским генерал-лейтенантом, ну и так далее, и тому подобное. То есть, вот этот барьер, по крайней мере, ненависти. Понятно, что путь от этого до, так сказать, мирных переговоров, он очень далек. Нет, ну, по крайней мере, будет какое-то немножечко представление о реальности. И не все доживут, да, из тех, кто сегодня, так сказать, участвует в этих событиях до того момента, но тем не менее, если мы пытаемся в обход шейху Насралы, как бы, да, то есть прийти к ливанскому населению, хотя мне кажется, что сегодня в веке интернета, я думаю, что они, как бы, вполне располагают собственным мнением, но тем не менее, им можно помочь. Одно дело, когда определенная группа ищет в интернете соответствующую информацию, читает, а другое дело, когда это подается в средствах массовой информации своей страны, это разная вещь. Вопрос, как нужно рассматривать вот это интервью Ронена Манелли с ливанским СМИ, то есть есть версии, которые говорят, нет, ну, это же понятно, это же как во время Второй мировой войны листовки, которые разбрасывают с самолета, как бы, да, то есть уходите, большевики больше вам не помогут, ну и так далее, или наоборот, там, да, то есть прячьтесь, потому что наступает советская армия. С другой стороны, ну, так сказать, если к этому отнестись как к чему-то, может быть, для нас новому, как к чему не было до сих пор аналога в войнах, которые велись до сих пор, то это интересный ход, вполне интересный ход, и хорошо, что ищут эти ходы, потому что закрываться в бункерах у себя, ну, в переносном смысле только для кого-то, а кого-то в прямом смысле, я думаю, что это неправильное развитие событий. — Но ведь интересная же еще ситуация, что вы говорите сейчас со стороны израильских пресс-служб и так далее, что это интересный ход, но меня, например, когда я первый раз услышал про то, что было это интервью, удивило, что ливанские СМИ пошли на то, чтобы взять это интервью, потому что до недавнего времени там тоже… — Это ливанские оппозиционные СМИ, которые тоже, наверное, то, что называется пинцетом, его выбирали, вот именно вот это СМИ, и, видимо, была проделана определенная работа на международном уровне для того, чтобы это произошло, но фрагменты цитировали, конечно же, очень многие СМИ, в том числе и СМИ, которые так или иначе подвластные хизболе, которые сошли нужным себя показать, как мировые СМИ, которые готовы выслушать и другую точку зрения. Очень мизерно было это представлено, но, тем не менее, было представлено. Пока это интересный ход. К чему он приведет, я думаю, что как-то рано на этом этапе подводить итоги того, что было. Да, но получается, что ситуация действительно очень серьезная, как Вы сказали, и в любой момент может произойти взрыв, и вот эти выступления, они все-таки, как мы понимаем, не случайны, и они дают определенный месседж, что ребята, мы настроены серьезно. Так что, нам ждать войны в ближайшее время? Если говорить о том, какой официальный месседж исходит от Израиля, я думаю, что все-таки, если рассматривать весь спектр выступлений, то все-таки, наверное, заявление и премьер-министра, и министра обороны о том, что мы не заинтересованы в начале Третьей Ливанской войны, но если вдруг что, то у нас есть бронепоезд на этом случае. Я думаю, что это самая правильная позиция. То, что кто-то себе позволяет так или иначе пропиариться и рассказать о каменном веке, который может случиться на территории Ливана, я думаю, что всерьез это не воспринимают ни в Израиле, ни за рубежом. Ну, надеюсь, что только угрозами и вот этими грозными посылами все и ограничится. Как правило, в условиях угроз и определенных посылов... А вот когда угрозы прекратятся, и наступит тишина, вот тогда... Вот тогда, как, по-моему, вы здесь сказали, эффект обезьяны с гранатой никто не отменял. Спасибо. Спасибо, Александр Кальцекер, военно-политический эксперт. Дорогие друзья, программа «Тема дня». Всего доброго, до свидания. Надеюсь, что все ограничится угрозами.